Малоизвестные часы Swiss Military и 5 малоизвестных фактов о швейцарской армии в этом ролике. Друзья, здравствуйте! Сегодня я расскажу о часах Swiss Military. Расскажу много, расскажу правду, но не всю правду. Почему о Swiss Military и почему не всю? Потому что я обещал выпуски о малоизвестных брендах и вы задавали вопросы о Swiss Military. Я расскажу про самые интересные модели, про то, где производят эти часы, покажу модель, которая ныряла на 300 метров на Байкале и сверхточные часы ценой меньше 10 тысяч рублей. Расскажу про механизмы, в том числе про новую механику Атронда, которую большинство из вас наверняка еще не видели. И даже про будильник, который лично меня гарантированно не разбудит. Но при этом расскажу не всю правду о Swiss Military. Не потому, что есть военные тайны, а потому, что марка Swiss Military уникальна, как и сама швейцарская армия. И начну ролик с вопроса. Как вы думаете, чем швейцарцы гордятся сильнее всего? Сыр, часы, шоколад, банки не угадали. Независимостью, которую обеспечивает швейцарская армия. Швейцария с ее мирно пасущимися буренками едва ли не самая милитаризованная страна в мире. По численности действующей армии плюс резерв она входит в топ-5 стран мира и превосходит, например, Россию. А доля армии в населении вызывает зависть даже у товарища Кима. К армии здесь относятся более чем серьезно. Думаю, что эта табличка многих удивила. В этом ролике будет еще много необычного. Например, цены на вполне качественные часы SwissMate от 10 тысяч рублей. Но не буду томить, открою секрет, почему я расскажу не всю правду про часы SwissMilitary. Дело в том, что часы под такой маркой производят сразу 4 компании. Случай уникальный. Сегодня я расскажу о продукции одной из них, Chrono AG. Вряд ли вы слышали это название, хотя продукцию, скорее всего, видели. Дело в структуре швейцарского часпрома. Здесь есть компании, владеющие брендами и есть фирмы, занимающиеся производством. Производством для тех самых громких брендов. Chrono AG одна из них. Кстати, хотите заказать часы под своим собственным названием? Складывайте понравившиеся модели в корзину, как в магазине и через пару месяцев вам изготовят товар. От 25 штук. Компания работает 35 лет и располагается в городе Салатурн. Здесь особо гордятся зданием. В 2002 компания выкупила здание старой часовой школы и после реставрации превратила его в производственный комплекс. Сохранила, так сказать, традиции. Помимо часов под заказ, Chrono AG выпускает и несколько собственных брендов. Один из них Swiss Military by Chrono. На крышках часов мы видим надпись «Продукт официально лицензированной швейцарской конфедерации». Как вы понимаете, кому попало, такое не доверят. Давайте-таки к часам. Что предлагает Swiss Military by Chrono? Сегодня я покажу четыре группы часов. Простой кварц по очень привлекательным ценам. Хронографы, многофункциональные модели и механику. В том числе лимитки и лимитки с механизмами, которые большинство из вас еще не видели. Но начнем с самого простого. С кварца. Вот с такой элегантной модели. Классический корпус 39 мм, тонкие, всего 8,5 мм. Мне очень понравился ремешок. Мягкая, выделанная кожа, бархатистая на ощупь. Я бы назвал часы классическими, обычными, но мешает несколько но. Не совсем классическая цифровка, совсем не классические стрелки со светонакопителем и надпись High Precision Moment, высокоточный механизм. Внутри часов стоит калибр ETA F06-411. Точность хода плюс-минус 10 секунд в год. Базовая цена около 18 тысяч рублей. Как вам сочетание? Пожалуй, это один из самых доступных на рынке вариантов высокоточных часов. Самое то для фанатов точности. Если знаете альтернативы, напишите. Не очень понимаю зачем, но сейчас Best Watch.ru устроили распродажу и предлагают эту модель за 9800. При такой цифре конкурентов, по-моему, вообще нет. Предложение становится еще более привлекательным, если упомянуть про сапфировое стекло и неклассическую водонепроницаемость 100 метров. Нравится? Ставьте лайк. Ссылки на все модели в описании ролика. Ну а мне, помимо комбинации характеристик и цены, понравились ремешок и цвет циферблата. Что-то среднее между черным и синим. Хотя цена, конечно, понравилась особо. Кто-то сейчас скажет, давно ли стал простым механизм с точностью 10 секунд в год. Ну, во-первых, я обещал много необычного. Во-вторых, уговорили. Давайте, что попроще. И опять, 10 тысяч рублей. По крайней мере, на момент подготовки этого ролика. Похожая цена, похожий стиль. Современная классика. Механизм здесь попроще. Во всем остальном сравнивать с предыдущей моделью бессмысленно. Как говорится, на вкус и цвет. Корпус чуть больше. 40 миллиметров в диаметре и 9 в высоту. Стальной браслет. Застежка за эти деньги штампованная, но с блокиратором. Черный циферблат, прямые индексы и почти такие же, как у предыдущей модели, прямые стрелки с люминофором. В сети можно встретить очень похожую модель под другим индексом. Помимо него, она отличается надписью на циферблате. Не кварц, а сапфир. Чтобы удержать цену, с недавних пор компания заменила сапфировое стекло на так называемое К1. Минеральное, но особо прочное. Царапается оно мало. Все остальные характеристики сохранились. Водонепроницаемость в 100 метров и гарантия в 5 лет. Часы на съемку нам предоставил магазин BestWatch.ru. Ссылка в описании. Если честно, мне кажется неправильным такой уровень цен. Но в BestWatch сказали, что постараются удержать их до нового года. В Швейцарии всеобщая воинская повинность, почти как в России. Трижды на референдум выносилось предложение ее отменить, и население трижды дружно отвечало отказом. Но если не хотите служить, можете откупиться. Абсолютно официально. Платите налог в 3% со всех своих доходов с 19 до 30 лет, и военкомат вас не беспокоит. К вопросу о деньгах. Наверное, вы уже поняли, что Swiss Military by Chrono – одно из самых доступных предложений в сегменте Swiss Made. Почему – расскажу чуть позже, когда дойдем до механических моделей. А сейчас про хронографы. Хронографы в коллекции Swiss Military by Chrono есть как классические, так и такие – спортивные. Интересный случай, когда часы выглядят элегантнее своих реальных размеров. 44 мм в диаметре и 13 в высоту. Ожидаешь шайбу. Здесь же часы смотрятся однозначно солидными, надежными, что-то армия, но не слишком крупными. Головка буквально утоплена в плечике. Ремешок выглядит толстым и грубоватым, а на деле имеет ровно такую жесткость, как нужно. К тому же очень комфортную подложку. Но главная фишка – циферблат. Под центральной частью прячется солнечный элемент, так что о замене батарейки можно не беспокоиться. Да и в целом, эти часы вряд ли потребуют от вас заботы. Водонепроницаемость стандартная для Swiss Military by Chrono – 100 метров. Царапины на стальном корпусе будут заметны минимально, а минеральное стекло имеет сапфировое покрытие. Нейтральная Швейцария всегда готова к войне. Все туннели и стакады заминированы и готовы к подрыву. Практически в каждом здании – бомбоубежище с запасом продуктов. И почти в каждом доме есть оружие. Если наш солдат увозит на дембель-фуражку дембельский альбом, то в Швейцарии полный комплект формы и штатное оружие. Для покупки обычного огнестрела никаких разрешений получать не нужно. Швейцарцы говорят, что в их стране на учете стоит каждая собака, но учет оружия не ведется вообще. И это не шутка. Все ли часы от Swiss Military by Chrono мне нравятся? Честно скажу – нет. И прежде чем перейду к рассказу о механике и о новых механизмах, покажу еще одну модель. Самую яркую, самую функциональную, но лично мне она не зашла. Расскажу почему. Говорят, набор цветов этих аналога цифровых моделей специально сделали ярким, чтобы они были заметны в альпийских снегах. И это действительно прекрасный выбор для покорителей гор. Внутри работает кварцевый калибр ЭТА И48341, который и обеспечивает максимально полезный набор функций. Это не только второе время, таймер, сплит-хронограф и два будильника. В часах есть термометр, альтиметр, то есть высотомер. На основании данных об изменении давления они умеют прогнозировать погоду. Чем они не зашли мне? Будильникам. Лично меня он разбудить не сумел, и в результате я проспал съемку. Чтобы вы не повторяли мои ошибки и не пропускали наши выпуски, самое время подписаться и нажать на колокольчик. Тогда вам будут приходить оповещения о новых видео из мира красивых вещей и сложных механизмов. Жмите прямо сейчас. Ну ладно, сделаем поправку на фамилию. Зимой медведи разбудить непросто, да и вообще лучше не будить. В остальном вариант очень интересный. Из приятного. Научиться пользоваться всеми функциями можно всего минут за 15. Все управление построено на кнопках и сделано вполне логично. В гвардии Ватикана могут служить только швейцарцы, но не все. Наверное, вы знаете, что папу Римского охраняют швейцарские гвардейцы. Так повелось с начала 16 века, со времен папы Юлия II. В гвардии Ватикана могут служить только уроженцы Швейцарии, отслужившие в швейцарской армии. Среди других требований рост от метра 74, отсутствие бороды, усов и жены. Из очевидного. Хорошая рекомендация от местного католического священника, почти как в СССР, а из неафишируемого родным языком должен быть немецкий. Последний пункт про язык не случайен, разница действительно есть. В Швейцарии три государственных языка – французский, немецкий и итальянский. Большинство часовых брендов расположены в западной, франкоговорящей части страны. Франкофоны – специалисты по вещам ярким, броским, роскошным. Одновременно считается, что немецкоговорящие более бедантичны, а их продукция получается качественнее. Салатурн, где находится Хрона Аджи – это запад немецкоговорящей части Швейцарии, откуда и набирают в Гвардию Ватикана. Это точка, где сходятся часовые традиции франкоговорящих кантонов и немецкие аккуратность и надежность. У немецкоговорящей компании часы обычно получаются менее яркими, но более надежными. Здесь вкладывают деньги не в маркетинг, а в производство. У Свистмилитари Байхрона нет миллионных контрактов со звездами шоу-бизнеса или спорта, их гонорары не заложены в стоимость, что и объясняет приемлемые цены для весьма качественной продукции. Вторую военную тайну я уже раскрыл. Хрона Аджи занимается производством часов для других, и уж для себя-то любимый может сделать с нужной ценой и качеством. Подобрать дизайн, комплектацию. Кстати, я обещал показать механику, в том числе с новыми механизмами. К нам на съемку попали сразу три механические модели. Две из них сделаны на калибрах Ронда. И вы знаете, чего я не понял? Цена образования. Судите сами. Вот эта модель мне откровенно понравилась. Зеленый циферблат, солнечные лучи в черном корпусе 42 мм. Традиционные для Свисмилитари Байхрона прямые метки и стрелки со светонакопителем. И традиционные же вишенки на торте. Лого и секундная стрелка. Очень подходящий ремешок. Часы выглядят достаточно тонкими, при этом внутри автоматика. Это 28-24. Базовая цена около 58 тысяч рублей, что уже очень хорошо за Свисмейт Сета. А сейчас Bestwatch.ru предлагает их за 29 тысяч рублей. Ссылка в описании. Пожалуй, это самое дешевое предложение Сета на рынке. Зачем такая скидка? Не знаю. Мне кажется, что по этой цене часы с 28-24 внутри должны раскупить мастерские. Просто на запчасти. Но в Bestwatch сказали, что постараются удержать цены до нового года. В общем, счастье не вечно, но оно есть. Армия в Швейцарии еще и инструмент формирования спроса. Например, на фондю. Это блюдо было придумано семь веков назад, но на самом деле большой популярностью не пользовалось. Впервые рекламировать его взялась Швейцарская ассоциация сыров в первой половине 20 века, когда сыроделы столкнулись с падением спроса. А по-настоящему общенациональным оно стало в 50-х. И не только благодаря рекламе. Тогда фондю включили в рацион армейских столовых. И я обещал показать механику на новых калибрах. Встречайте еще две модели. На механизмах Ронда. Возможно, Ронда известна вам как поставщик кварцевых механизмов. Выпуск механики здесь возобновили совсем недавно. Калибр Ронда R150 это аналог A28-24, но не клон, как селит SW200. Он тоньше и имеет другую конструкцию. В целом же похоже. Частота 28800, запас хода 40 часов. В ближайшее время мы расскажем про него чуть подробнее. А теперь о часах в целом. Стальной корпус с остальным же браслетом, литая застежка, сапфировое стекло, причем уже не плоское, а мое любимое, слегка выпуклое. Керамический рант и даже такая экзотика, как гелиевый клапан. Водонепроницаемость 500 метров и прозрачная задняя крышка. Я бы засомневался в надежности этих часов, если бы коллеги с канала BestWatch.ru не опускали точно такие же на Байкале на глубину в 300 метров. Вот кадры с их видео. Шторант однонаправленный о стрелке метки с люминофором говорить излишне. А вот обратить внимание на головку и цифру на ней стоит. Это лимитка. И номер в серии указан не на крышке, как обычно, а на головке. По мне решение интересное. Вашему собеседнику будет о чем спросить вас. Есть несколько цветовых решений, в том числе вот такой полностью черный корпус. Сталь с PVD. И о ценах. Базовая цена в BestWatch.ru около 80 тысяч. Но сейчас их предлагают за 39. Ссылка в описании. Для швейцарской механики цена не просто очень хорошая, а удивительная. Особенно с учетом всех характеристик. Хотя вряд ли стоит удивляться. Мы вообще с трудом понимаем многие вещи. Например, как такая маленькая страна может иметь такую армию? Почему даже Германия во Второй мировой предпочла не связываться со Швейцарией. Точнее попробовала, но быстро передумала. И как более чем качественные часы, да еще SwissMate, могут быть вполне доступными. Хотя на этот вопрос я постарался ответить. Жмите лайк, если понравились часы и рассказ. Подписывайтесь на канал и обязательно нажмите на колокольчик. А если будете в Швейцарии и встретите человека с ружьем, не пугайтесь. У швейцарского милитаризма настало время дембеля или отпуска. Присмотритесь, по каким часам он его замеряет. Возможно, это окажется с SwissMilitary by Chrono. До новых встреч!